Всем привет народ, это 5 элемент, меня зовут Денис. Сегодня мы с вами поговорим про субфлагман от компании Poco, который называется Poco F6. Расскажу вам про плюсы и минусы, приятного просмотра. Вначале, как водится, начинаем с комплекта. Кабель питания USB-A и USB-C, дальше блок питания на целых 90 ватт. В прошлом году было на 67, поэтому рост имеется и по скорости тоже. Как по мне, совершенно шикарный чехол. Я в последнее время вообще в глобальной компании Xiaomi и в данном случае в суббренде Poco. Очень радует меня исполнение чехлов. Вот такой графитовый, непрозрачный и по крайней мере он долгое время будет радовать. А еще он тонкий и даже несмотря на то, что телефон у нас тоже не толстый, при соприкосновении со смартфоном он по-прежнему остается тонким. Его очень удобно держать в руках. И сам смартфон, друзья. У нас вариант расцветки зеленый, мятный. Напишите в комментариях, как вы его видите. Также есть черный и титаниум. Титаниум мне очень сильно нравится. Он такой вот, наверное, как моя майка примерно. Очень богатый цвет. Я бы даже его назвал немножко цвета капучино, что ли. Что-то вот такое. В общем, если вы будете выбирать, то вот мое предпочтение ложится на тот цвет. Что же касается вообще исполнения корпуса. Корпус полностью пластиковый. Как по мне, смартфон имеет цену, в категории которых уже должен быть что-то заложенное из материалов поинтереснее. Ну, это чисто мое такое мнение. Задняя крышка матовая. Она не сильно пачкается, но отпечатки чуть-чуть остаются, но также легко и стираются. У нас два глазка камер. Раньше было три. Но здесь, скажем так, отказались от всего лишнего. Сам блок камер не сильно выступает. Смартфон спокойно может лежать на столе. Немножко дергается, правда. Сами рамки у нас тоже пластиковые, рубленые, как по новой моде. И держать его по-прежнему удобно. Несмотря на то, что смартфон не самый тонкий, можно сказать, 8 мм, но ощущается он реально очень тоненьким. Приятно, можно долго держать в руках и руку не режет. Что еще есть интересного по корпусу? Это влагозащита IP64. Нетривиально. Это полная пылья защита. А вот влага защита только от брызг. Имейте в виду, на всякий пожарный. Еще из интересного, заглушка под сим-карты, можно поставить 2 наносимки. Флешку поставить нельзя. А еще, опять же, отсылаясь к цене, стоимости данного смартфона, мне кажется, что уже всем, это глобально не проблема Пока компании, а глобально всем, пора встраивать e-симки. Безумно удобно в путешествиях, особенно когда вы подключаете какую-то симку быстро на лету, это нужно сделать. Это реально очень круто. Поэтому это, знаете, так скажем, пожелание на будущее. Далее экран, друзья, и способы разблокировки. В прошлом году у нас был боковой сканер отпечатков пальцев, который работал очень быстро. В этом году подэкранный. Может быть, он слегка ниже расположен, чем хотелось бы, но работает практически идеально. Вообще точно откликается хорошо на все нажатия. Все здорово работает. Экран у нас на 6,67 дюймов. Это матрица AMOLED. И по сравнению с прошлым годом у нас выросло разрешение, и теперь плотность точек составляет 440+. То есть реально лесенок или зазубринок не должно быть видно на дисплее. Все должно быть очень хорошо. Что же касается моих впечатлений от матрицы. Пиковая яркость 2400 нит в автояркости. На маленькой точке в HDR контенте, понятное дело. Но действительно контент смотрится очень ярко и насыщенно. Действительно крутой экран, которому я вообще спокойно могу поставить лайк. Шин находится на частоте 1920 Гц. Это неплохо. Не должно быть проблем с мерцанием. А частота сенсора отклика 480 Гц. То есть если вы играете в игру, то этот смартфон более чем подходит. В тесте на игры, кстати, я тоже это вам докажу. Частота обновления экрана, естественно, 120 Гц. Вы можете ее менять. И что еще отмечу из приятного? Это очень тонкие рамки на дисплее. Везде они симметричные. Это очень приятно. Что же касается минусов дисплея. Ну, не то чтобы минусов. Это опять моя придирка и пожелание. Вы знаете различия функций Always On Display в Xiaomi и в Poco. Хотя режим довольно кастомизируемый. Здесь Always On Display работает всего лишь 10 секунд. Либо же вы пока держите смартфон в руках. Потом экран гаснет. 14 Android и фирменная оболочка HyperOS. Сильно она с MIUI тоже самое не отличается. Просто отшлифованная. Что интересного я заметил. Во-первых, система работает очень быстро. Ну, железо, по крайней мере, позволяет это делать. Тут все будет хорошо. Из интересных штук, которые я здесь нашел, это пульсометр, который встроен в сканер отпечатка пальца. Есть еще специальная фишка, которая называется бесконтактные жесты. Если у вас заняты руки, вы можете управлять смартфоном вот так вот жестами. Кому это может быть полезно? На кухне готовите еду, допустим, у вас руки грязные, не хотите касаться экрана. Наверное, в этом случае может быть полезно. Все остальные стандартные фишки, понятное дело, есть. Очень много об этом говорили. Повторяться не буду. Самое главное еще вот что. У нас встроенных 512 гигов. И если вы там не накатили бенчмарки и так далее, у вас где-то будет заниматься около 35-38 гигабайт. Мы сейчас накатили все, две тяжелые игры. И у нас занимается порядка 70 гигов. И я вам обещал рассказать, почему я считаю этот смартфон игровым. И вот к этому приступаю. Начнем с железа. В центре, в сердце нашего смартфона установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Все сложнее и сложнее стало это все тело выговаривать. Также конкретно в нашем смартфоне 12 гигабайт оперативной памяти. Вы еще можете докинуть какое-то количество оперативки за счет постоянной памяти. Что же вся эта красота нам дает в бенчмарках? А вот смотрите. В Antutu мы набираем 1 миллион 438 тысяч очков. Спросите, хватит ли это вот на ближайшее время? Конечно же хватит, с головой хватит. Если же мы берем какие-то игровые вещи, типа, например, PUBG Mobile, то вы можете запускать все на максимальном максимуме, который доступен на сегодняшний день. И играться будет без провисов по фреймрейту. Что же касается Genshin Impact, то я тоже выставил максимальной текстуры 60 кадров. И фреймрейт держится довольно уверенно на этом показателе в 60. Ну, 57-60. Вот так. Тест на троттлинг сейчас вы можете видеть на экране. 12% скинулось. Это неплохо. Максимальная по гипсам показатели 324, минимальная 275. Это супер показатель. Накопитель у нас на 512 гиг и он у нас UFS 4.0. И скорость потрясающая. На чтение 1964 мегабайта, на запись 1339. Быстрее, по-моему, честно говоря, у нас не было. Это самый быстрый показатель. Реально топовый. Очень быстро. Что же касается зарядки и времени жизни. У нас батарейка на 5000 мАч в таком довольно тонком смартфоне. Что она нам вообще дает? На самом деле, самая базовая цифра. Если вы зарядили смартфон с утра, вы сможете с ним проходить целый день до позднего вечера, не заряжая. Полностью на 100% вы сможете зарядить его чуть больше, чем за полчаса. Это хороший показатель. А учитывая довольно маленький размер нашего блока, взять его с собой вообще не проблема. Время жизни стандартное. Камеры у нас по итогу два глазка получается. Главный глазок на 50 мегапикселей и дополнительно сверхширокугольная камера на 8. В прошлом году была еще камера на 2 мегапикселя дополнительная. Это макросенсор. Но, видимо, рынок понял, что это не совсем нужная история. И от него, собственно, я избавились. Переживаю ли я по этому поводу? Вообще не переживаю, друзья. Ну, и еще скажу, что с основного сенсора вы можете делать двухкратные снимки без потери качества. Что тоже очень неплохо. Могу сказать стандартную вещь. Смартфон современный в дневных режимах фотографирует великолепно. Ярко, насыщенно, с большим количеством деталей и так далее. Что могу предъявить по камере? Это, пожалуй, сверхширик на 8 мегапикселей. Хотелось бы побольше и добавить еще, например, автофокус. Был бы не лишним, пожалуй. Если опять вы будете сфоткать на сверхширик днем, тогда никаких вопросов не будет. Но хотя зернистость можно обнаружить. Ну, а селфи-камеру тоже прокачали по сравнению с прошлым годом. Это 20-мегапиксельный глазок на светосилу 2.2. Что же касается видеосъемки, то я записывал для вас сэмплы в 4К 30 кадров с основного глазка, естественно. Есть оптическая стабилизация. Картинка плавная, не трясущаяся. За это лайк. И при желании вы можете записывать видео в 4К 60 кадров. Но если вы переключаетесь на сверхширик, то там классические 1080p. Вот тут тоже есть место, где доработать. Ну и селфи-камера записывает в 1080p. Тут и есть тоже место, где усилиться. Пример видеозаписи сейчас на экране. Итак, это фронталочка на Poco F6. Пишем 1080p 30 кадров. Довольно широкая картинка получается. Ну и по качеству мне нравится. Сегодня у нас посмурновато, но картинка клевая, не пересвеченная. Я в натуральных цветов. В общем, как звук и картинка, обязательно пишите в комментариях. В концовке мы тестируем динамики. У нас сразу их два. Стерео у нас. Давайте его послушаем. Умеренно громко. Даже есть немножко басок. Это, наверное, не самый лучший динамик на рынке. Но реально по-субфлагмански он громкий и басовит. И поэтому все хорошо. Ну что ж, итоги по Poco F6. Плюсы и минусы. Начнем с минусов. Что бы я от себя хотел добавить? Во-первых, хотелось бы иметь в таком классе устройство. Я считаю, что это очень классное устройство. Технологию eSIM. И еще из глобальных таких вещей, которые хотелось бы иметь, хотелось бы добавить более прокачанную сверхширокоугольную камеру. С возможностью записи в 4К, 30 кадров хотя бы. Ну и еще такая маленькая штука. Маленькое замечание. Опять же, в таком классе устройств, уже не дешевом, хотелось бы иметь более изысканные отделочные элементы. Хотя смартфон выглядит, вопросов нет, очень симпатично. Ну, это вкусовщина. Напишите свое мнение в комментариях. Что же касается плюсов? Это довольно красивый смартфон, как я уже сказал. Привлекает внимание, красиво выглядит. В цвете Титанио мне вообще очень сильно заходит. Яркий дисплей с очень маленькими рамками. Бешеная производительность. Если вы любите играть в игры, то этот смартфон вам более чем подходит. Хорошая комплектация, чехол, мощный блок питания. Не часто сейчас это встретишь в современных смартфонах такой категории. Но, тем не менее, здесь это все есть. Ну, и отличные возможности камеры. Возможно, там хотелось бы с видео что-нибудь еще покрутить, чтобы оно более качественно еще записывалось со сверхширикой, селфи-камерой, еще автофокус туда добавить. А так, в целом, очень хорошо. Как обычно, вот на старте современные модели Poco, возможно, имеют цену сопоставимую с конкурентами. И в этом плане будет интересно посмотреть, как вообще рынок будет себя вести. А самые актуальные цены, вы можете зайти на 5 элемент buy по ссылке в описании, познакомиться с этим смартфоном поближе. Ну, а что вы думаете про смартфон, обязательно напишите в комментариях. Ну, а с вами был Денис, 5 элемент. До новых встреч. Пока.